господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 191 события дня эпиграф бытие 3 19 в поте лица твоя будешь есть хлеб знаки вместо двоеточие те дефис стоит означает система не пропускает 20 июня 2016 года повторяется мы события что послали нет александр дворкин под названием липовик профессор вот я его искать шарлатан сколько про него на сейчас роликов выпущены тратят время на его что интересно вот птицы слетается к подобным себе вот с миссионерским отделом связаны какое повреждение совести ума дают выдумка чистейшая создать отделы миссионерские невозможно это нельзя сделать это обман все можно создавать а вот это нельзя потому что здесь только труд духа святого обращение а если эти а если ходит об море и сушу и делает сыном гиенны вдвое худшим самих себя птицы к подобным себе и не видеть что такое отборкин откуда он пришел чем я не знал его биографии просто я его увидел вот что значит дух святой показывает один раз говорю внешне он мне понравился но как только один раз я посмотрел чем он занимается я сказал от дьявола разрушитель губитель засланный заслание с запада с америки может быть исполнение гарвардского хьюстонского проектов там этих поссорить всех людей разрушить православие остатки его совершенно не соображает то есть он соображает но с позиции верующего человека никто враг но по безбожьему шарлатан липовый нет образования там и прочее прочее наркоман ну и все соберешь что можно только собрать все в одном человеке слепилась масоны специально протокола говорится ставим такого с такими недостатками любой момент разоблачили его и дальше сметут что они все будут делать 20 лет получал зарплату расписывался какая совесть то кого-то привел на какой привел он разогнал он людей не видит вообще и не я эти слова говорю посмотрите это документировано прокуратура на это опровержение на его сведения перед этим ролики шли прокуратура разных областей россии ну и вот что поступили какие письма и какие были события это духа в день понедельник считается у нас тут дожди зарядили молились об этом о дождях все сохнет дождей нету даже целый день идут дождь вчера три раза пришлось только переодеваться дождь то идет работа то не работать а хотя бы контуры и и надо обрисовать ну и ушли в степь там к нашему главному озеру пробиться к пруду на пути еще стоит лог один и так и не решились три проекта уже до давал я как переехать его бульдозер но все это очень дорого и невозможно дорого очень а он долго будет идти целый день вокруг иван иванов сша поздравляем вас с днем рождения желаем здоровья хорошего настроения и удачи во всех делах на божьем поприще звонили ко мне звонить бесполезно не по skype разговаривать не могу ничего много здесь забирает денег вот поздравляю вас днем пресвятой троицы желаем вам здоровья и дарование господом нашим прощение грехов за труды ваши ну по милосердию по милости не за труды ну господь учитывает бубко андрей анатольевич как будто я никогда не видел этого человека он зашел в друзья попросился написал и гнати тихоныч натопнулся на ваши ролики в интернете и вот уже третьи сутки просматриваясь большим воодушевлением всю свою сознательную жизнь у меня было постоянное внутреннее неспокойство и поиск ответов на мучивший меня вопрос какая же вера ближе к истине происхождения предназначения человека я не мог внутренне принять христианские постулаты о том что до христа человечество проживало во мраке и по истечении жизни люди многих и многих поколений попадали в ад я еще могу сказать писание говорит так принимать надо куда я знаю там попадали на написано так сошел преисподний проповедовал господь первое послание петра считайте 46 и 3 главе он об этом говорит господь сошел принял плен дал дары для человека принял дары это написано на господь судит по и по совести которые не слышали не знаю закон а сами себе закон павел пишет послание к римлянам просто прочитать надо 9 до 11 главы но не принимает у меня душа того что мои русские предки язычники жившие в единении с природой строившие свой жизненный уклад на тех чистых традициях которые проповедуете вы по окончании своего жизненного пути обречены были гореть в огне каким же образом бог создав человека как дитя не образованное и не имевший изначально всех знаний и канонов поведения по окончании его жизни уготовил ему гиену огненную или человек изначально с момента создания проведением душевным должен был понимать свой пути именно так именно так говорит так что они видя все окружающие не понимают этого безответно это первая глава читаем до 19 стиха послание к римлянам и при мудрости соломона говорится если познавая природу живя в единстве как не познали создателя творца поэтому они не извинительны ибо невидимое божие видимо через рассматривание творений писание так говорит неужели за миллионы лет существования человека какие миллионы лет это обман вот отсюда все разговоры миллионы лет существования человека даже безбожники миллионы лет не накладывают вот когда мы начинаем считать от христа тут прямо присы прямо показывается до одного года ну пять с половиной там тысяч пятьсот восемь лет до христа до рождения христа но и от христа 2016 ну добавить можно четыре года вот и все то есть восьми тысяч лет даже нету от первого адама и и нигде в раскопках не найдено ни одного орудия человеческого которое бы можно было датировать датой что больше восьми тысяч семь тысяч пятьсот лет все на этом окончилось дальше нету это выдумки за миллионы лет только с момента христа нам показана истина именно так он как есть путь истины и жизнь а до того все деяния человека какими бы они ни были благими приводили к закономерному концу в ад нет конечно они сами себе законы господь будет судить по совести когда не было закона при этом у меня всегда возникало противление современного устройства в церковной жизни в части того что за службы требует денег за службу я не знаю за молебны только за свечи требует денег то есть там где должна царствовать духовность духовность это горбачевское слово выбросите его царствует коммерческий интерес и тем самым моя душа не приемлет такого общения с церковью просматрив ваши ролики моя душа полностью отозвалась буквально на все что там показано и на критические ноты в адрес действующей церкви и на все делаемые вами вашими братьями и острове в плане проживания в семье и в общине в целом слава богу что так все устраивается я смотрю на себя грешника на окружающих меня людей и моя душа болит за наше грехопадение за такой степени что я чувствую это на физическом уровне всем телом это не передать словами до какой же степени бог к нам терпелив я не считал труды святых отцов но все немного что я тут вам попытался сказать это от моего душевного переживания я конечно религиозно не образован но душа моя полностью накладывается на то что вы делаете проповедуете посоветуйте мне с чего начать для спасения моей души какие труды изучить во первых ну во первых свистая библию прочтите библию если не можете читать зайдите на наш сайт сайт во свете библии зарядите просто сайт библейский во свете библии в google в яндекс и там откроется наш сайт богатейший там насчитано мною библия послушайте дальше обратить внимание особое это на новый завет и молиться и псалтыр читать на русском языке только все на дальнем переводе 1876 года начать с этого долгих лет вам жизни о вашей общине процветания и крепости благодарю ну вот видите появился новый человек андрей анатольевич я не могу ничего тут сказать более этого юрий соболев занятие по изучению святой библии матфея 13 глава 12 июня 16 года очень назидательный ролик а про осипова вы выразили все так как если бы я сам сказал коля обладал тем же строем мышления что именно так добавка а рубашка ваша вообще шик поклон потеряевским братьям и и дальше он добавил рассказ михаила велера положение в огроб сюжет почин старый советский литератор и на гражданской панихиде зачитывает его прощальное письмо коллегам согласно завещанию в котором среди прочего есть следующие строки с полуслова поймете игнатий тихонович почему цитирую их письме именно вам вот он так сказал это прощальное письмо жить не положиться лженицына надо читать что за гениальная мысль создать союз писателей вот тоже союз писателей или литературный институт имени горького во всем мире нигде нет на литератора писателя нельзя научить но это мирское и на миссионеры он может знать как действовать но действует дух божий только дух божий вот вчера духа в день это день миссионера можно назвать это молитва это пост молитва милостыня это общение с церковью это причащение для жизни причащение тайн христовых у русских всегда было как приняли из греции четырежды в год четырежды а не так что каждый день и поэтому церковь буквально гниет вся люди то никакие почему исповедуйся чаще причащайся чаще исповедуйся причащайся ну посмотрите те кто сохранил до никоновская старобряса приемлющих белокринитскую иерархию или вот новозыпковская четыре раза в году откуда взяли чаще припаве исповедуйся придумали что прощение грехов здесь нагрешил скорее туда так грешил тебя вообще до причастия напускать нельзя десятилетия если с петьими которые 20 30 лет отлучают сегодня нет ничего то есть извратил в силу сатана и частое причащение то смерть многие больны немало умирает и прямо криком кричат особенно миссионеры за частое причащение то есть губители душ дворкинская сбора что за гениальная мысль с единым уставом и единым руководством система какая не важно там патриархийная коммунистическая фашистская система он нигде против системы слова не скажет задушат штатных воспевателей государственной машины и что он где-то что-то патриарху скажет дворкин конечно нет еще гениальные дома творчество вот так вот тебе комната стол кровать горшок четырежды в день кормят по расписанию а вечером крутят кино гениально писатели по работе своей одиночке писатели нельзя собирать в кучу каждый писатель имеет свое мнение обо всем а если нет дешевый он писак а не писатель а если партийный билет и партийная дисциплина заставляет вас писать то что велит вам партия так называйте это партийной пропагандой но не называйте литературы до поздно я понял что писательство это крест а не пряник не хватило мне мужества пойти на крест не хватило вот этой так назвал же миссионеры патриарши это нигде патриарху ничего не скажут нигде не заикнуться епископу не скажут подхалимы не смог отправиться в дурдом в лагерь в камеру к уголовникам к стенке боялся здорово шкура барабанная не в дурдом вот что значит миссионер где воспитывает тебя буду считать ненормальным юродивым вы даже галстук снять не можете бритые боялся быть как бы случайно сбитым грузовиком то есть таких давят они обычно или оказаться выгнанным отовсюду безработным которого возьмут разве что грузчиком магазин я вообще не ваш если хотите знать да был я когда-то комсомольским вожачком был партсекретарем редакции обречал врагов народа и врачей убийц но сявка я был может быть шавка шестеренка винтик безмозглый вот это я всегда говорю депутата вот это сидит такого-то созова пешка а потом поумнел но на апостольство решиться не смог вот настоящим быть миссионером это впереди что сказать что тебя ждет прямо перечисляет это дурдом отогонение собьют автомобилем к стенке поставят тюрьму все за тобой будет вот где в миссионеров готовят ну и посмотрите многие из вас там были за дело божье за дело не как дворкина там за наркоманию а потом по умнел на апостольство решиться не смог то есть быть миссионером но понял все понял понял за гробом уже оксана слышит мир вам игнатий тихонович буду взывать к вечному 18 июня наш папа юра изгнал нас из дома своего склокотящей силой и запретил звонить ему сотрое ребятишек там и бедная терпит все ну я знаю заочно это поэтому вот царь давид бежал от весолома сына своего молился господи и как умножить враги мои многие восстают на меня многие говорят душе моей нет ему спасения в боге как страшно и определяет это это нет спасения нет благодати атласа зарион отказался там и что-то это сестра допустима хотя она звонит и открывает дает знать что все у них хорошо а весолом который все время встал на защиту поруганной чести своей сестры фомарь предоставил ей свой дом а спустя время публично вошел в горем отца своего принимаю от господа и благодарю за все ибо я человек прошу сердечно молитв ваших за спасение души нашего папы юры слава христу оксана помолитесь кто прочитал это но и впереди хотелось сказать посчитайте сколько тысячу шестьсот пятьдесят шесть лет от адама до потопа от потопа до вавилонской башни семьсот двадцать один от адама до христа рождение пять тысяч пятьсот восемь лет и дальше все больше жизни не было никогда надо соглашаться с тем что нам говорит дух святой через святую библию вчера у нас было занятие ну когда она придет посмотрите когда я говорил о духе святом места писания ничего не добавляя только дух святой это может делать нельзя составить эти комитеты это глупость несусветная и только по два по два ну шофер может быть 3 а соля там помощники игру стаскать тому проще вот и все что вы просчитали сегодня я уже прошу помолиться тоже чтобы бог вразумил как сделать сложное положение болотистое место и по нему по болотистому нужно пройти бульдозеру тяжелому 17 тонн а заслянет его вытащить вообще никак нельзя будет а проехать охота туда там главный труд что делать вчера уже по дождю дождичек моросил промокли сходили замерили ил 40 сантиметров и как сделать так чтобы там не мост мы не можем сделать не переправу и что в весной опять все смоет ну если было бы отходы какие-то строительные имеется ввиду тяжелая там то что в воде не размокает разные кирпичи то я посчитал на все про все 30 50 кубометров 30 это все сделать как насыпь чтобы она весной не размывала через нас и прошла вода и все это мы могли бы сделать но у нас нет этого нет ниоткуда взять мы этого не можем из бревен бревна гниют бревна можно конечно зарыть землю дальше присыпать землей снова бревна и вот так вот я уже знаю это как делается но не знаю весна все размойте все бревна пологу разнесет и силы то какая сила я только для виду тут где-то на подхвате с понедельника освободился виталий и остается никита володя с лагерем а я прихожу только пообедал до пара проверил в лагере идет она все хорошо благополучно дети все здоровы и пища здоровы и все благословенно и кто чем как помогал за все благодарим бога так что вчерашний день наш прошел благословенно дети просмотрели фильм сбежавшие за да вот ни драк ничего не было полная тишина и как они придумали под палаткой втроем уйти под палаткой военная палатка и дети идут на просмотр фильма это я все заснял потом увидите врагов явных нигде больше нету благодарение богу тишина вот бог услышал молитву испытания послал небольшой они ничего не сделали в колодец нам пакости не бросили приехал человек который нам не подходит назад отправили его но теперь ждем которые группы хотели приехать ждем небольшими группами даже подъезжать к крещению 10 июля повторяю до 10 октября я не могу здесь беседовать по скайпу и проще слишком большие деньги на это идут поэтому все тут сказать